Знакомиться, это первое, что мы должны сделать, потому что мы предполагаем какое-то время, и очень надеемся, что это время продлится, в том смысле, что не окончится сегодняшний днём, мы предполагаем провести в нашем совместном таком деле, общем деле, я ещё раз на этом наставлю, это очень важная вещь для нас, какое-то время. И, конечно, мы привыкнем, и научимся, и вспомним, и будем знать, кого как зовут, но, тем не менее, давайте начнём с того, что просто представимся, каждый из нас представится, и давайте начнём с Паши. Паша. И всё. Паша Пчелинцев Андреевич. Павел Андреевич Пчелинцев, да? Да. Павел Андреевич, замечательно. А сколько лет? Девять. Позже? Ну, до пенсии далеко ещё. Прекрасный. Следующий. Анастасия Борисовна, сегодня детская, шестнадцать лет. Прекрасно. Ну, тоже, да, Кейтси, ещё депутала. Елизавета Захаровна Коршуна, двенадцать лет. Сколько нас, да? Денадцать. Денадцать? Ну, и всё же пожилая. Ладно, давайте. Василий Андреевич Пчелинцев, одиннадцать лет. Половина. Половина, это существенно. Хорошо, что она была названа. Половина, это существенно. Сейчас мы выясним. Жанна Челия Алексеевич, двенадцать лет. Ну, слушайте, просто серьёзно. Серьёзно. Значит, вот дальше. Анна Андреевна. Кузнова. Двадцать восемь, кажется. Ну, да. Тут ещё можно произносить. А в следующем мы не будем. Мы не настаивательно произносим. Мы только не живут, поэтому лучше. Елена Александровна. В НИЯн. Да. Больше двенадцати лет. Да. А Ирина... Ну, меньше шестнадцать. Ирина Александровна Елисанова. Я заведующая, собственно говоря, этого музея. Может быть, поэтому я сегодня, только сегодня буду здесь, вот за этим столом, как бы председателем вот этого сегодняшнего заседания. Извините, ещё раз, а вы, скажем, вначале как-то представились... Ирина Александровна. Нет, вы сказали свою должность. Заведующим или нет? А, всё, заведующим. Всё, понятно. Вот, ну, как бы, ну, просто я прошу прощения, но я на правах вот такого вот заведующего. Я сегодня решила, вернее, мы вместе сотрудниками решили, что я что-нибудь сделать. Заведующим. Евгения Леонидова. Более двенадцати лет. Более, хорошо. Это нас устраивает. И... Она вот, она тётя, Женечка, у нас тётя Паша и Василия. Не важно. Ну, смешно, здесь, честно говоря, даже не имею. Я сопровождающий, меня зовут Ирина Олеговна, вот, 58 лет. Я был воспитатель Паша и Василия. Прекрасно. Значит, ну, вот мы познакомились, постепенно мы всех выучим, да? Да. Лишний раз, если мы будем так иногда напоминать, потому что, ну, не все тут прекрасно себя запоминают, но как-то мы более-менее запомнили, кого как зовут. Если будем ошибаться, поправляйте, это нормально. Потом мы привыкнем и выучим друг друга. Ну, вот ещё, может быть, приходящий, так сказать. А, да. Ой, прошу-прошу, нет. Там вот кто-то сидит. Я же даже не заметила. Назовите, пожалуйста. Назовите, пожалуйста. Я, Светлана, 25 с половиной. 25 с половиной. Да. В этом случае, да, обязательно. Ладно, половину оставляем. Всё, значит, теперь мы рассказываем вот существо и цель этого нашего, собственно говоря, правильного. Как вы понимаете, я, ещё раз я напоминаю, что я говорю, что вот сегодня я веду я, но не потому, что это будет всегда. То есть в любое другое заседание может привезно быть любым членом общества. Членом общества становится фактически каждый человек, кто пожелал здесь быть. Первые 10 молодых участников, которым... Ну, до 18, да, выраничиво, до 18 лет, первые 10 человек становятся на абсолютно бесплатной основе. То есть это наше нами выторгованное условие. Надеюсь, что оно так и будет. Но по мере того, как это общество будет обрастать ещё какими-то членами, придётся для других уже членов изменять это наше условие. Это во-первых. И во-вторых, взрослые. Мы там вообще-то написано у нас на странице в Фейсбуке, написано, что взрослый может оказаться за этим столом только по рекомендации ребёнка. Но вот будем считать, что сейчас дети всех, сидящих здесь, рекомендовали. И таким образом пока взрослые, конечно, тоже могут стать членами общества. Ну, это такие некоторые условия, да. Теперь существует проекта. Здесь нет специалистов по Шекспиру. Я сразу это определяю. И это одно из условий того, чтобы мы здесь собрались и начали работать. Значит, все мы на абсолютно равной основе, абсолютно равной основе, ещё раз я говорю, потому что это важно, это общество демократическое, на абсолютно равной основе становимся участниками изучения, назовём это явлением, явлением по имени Шекспир. Если кто-то захочет сделать вообще доклад на тему, ну, как у некоего представления о Шекспире, он может это сделать. Но детали вот этого явления, они настолько много, они так множественны, их так много, они так очевидно влияют на нашу жизнь, проникают в нашу жизнь и что-то определяют в этой жизни, что одним словом это, безусловно, это, прошу прощения, одним словом это не назвать. И вот наша цель – пуститься в это совместное путешествие изучения. Изучение во всех аспектах, в особенности в тех, которые интересуют каждого из нас отдельно. Я предполагаю, что кого-то может интересовать английский язык, кого-то может интересовать литература, кого-то могут интересовать, я не знаю, географические, исторические подробности, кого-то может интересовать, я не знаю, ну там, допустим, исторические, географические, кого-то может интересовать театр, кого-то может, соответственно, драматургии. Там бесконечное множество всех. Кого-то могут интересовать сюжеты пьес, кого-то может интересовать совпадение сюжетов пьес с нынешним днём, то есть то, что называется блуждающие сюжеты и так далее. И всё это востребовано. Что на самом деле, чем не обязательно обладать первоначально? Не обязательно обладать каким-то очень, уже с самого начала, глубоким знанием. Но к этому глубокому или широкому, как мы сегодня говорим, то есть на самом деле это разные вещи, мы будем все стремиться. А именно совместными усилиями. Если человек, член общества, не чувствует какой-то силы, допустим, в написании текста, нет у него такой возможности, но он прекрасно рисует. Мы позволим ему выражать свою мысль, своё исследование таким образом. Он может рисовать. Понимаете? Это... Он может, более того, я даже предположу, что кто-то прекрасно фотографирует, он может прекрасно фотографировать, делать фотографии. Единственное, что это всё должно, что это всё должно так или иначе иметь отношение к нашей изучаемой нами теме. Что ещё очень важно? Каждый, принёсший какой-то кусок своего личного исследования на следующее занятие, обязан делиться источниками знаний. То есть мы обязаны понимать, откуда, что происходит, куда нам пойти, заглянуть и посмотреть, где это... Какая полочка, на которой вы эту драгоценность обнаружили, где она находится. Это очень важные вещи. То есть не то, чтобы я вот знаю, где теперь, и вот я вам теперь буду выдавать, и вас всех поражать, а вы будете как дураки сидеть, ничего знать нет. Нет условия. Поделись этим источником знания. Мы все должны понимать, откуда он, и, соответственно, тоже им пользоваться. Что ещё? Это вот относительно условия. Значит, я бы рекомендовала при всём при этом участникам, членам общества завести, как правило, завести дневник. Это очень хорошая вещь, невероятно, как мне кажется, тонизирующая жизнь вообще, и вообще страшно интересная. То есть мы даже не знаем, во что она нас заведёт. И в этом дневнике, конечно, не просто описывается свой день, а всё, что за этот день вам напомнила о Шекспире, вывела на размышления о нём, заставила что-то посмотреть, изучить. Вот такой же дневник, особенный дневник, не специальный. Что ещё относительно участия? Сейчас потом вы будете задавать вопросы, сколько хотите, потому что наверняка я какие-то вещи пропускаю. Вот у нас такой странный, кажется, стол. Он пока что странный. Более того, я настаиваю на том, что он пока что закрытый для нас стол. И дело даже не в книжках. Некоторые книжки кто-то не может прочитать ровно, потому что они написаны на другом языке, не по-русски. Есть книжки, которые просто закрыты, поэтому вы их не можете прочитать. Со временем это всё произойдёт. Но есть ещё какие-то странные вещи. Мне бы очень хотелось, чтобы этих странных вещей на столе с каждым заседанием появлялось всё больше и больше. По моему, по нашему представлению, ну, по крайней мере, работающих музеев, вот все эти вещи имеют какое-то отношение к Шекспиру. То есть в них есть какая-то загадочная, обозначена загадочная связь с Шекспиром. Наша задача её обнаружить. То есть не получите ответ, готовый ответ. Я не буду вам говорить, почему и кто этот человек, почему он смотрит, почему он так одет, почему он смотрит куда-то. Не буду говорить. Это расскажете мне вы. Со временем. Не сейчас. Не через час. Может быть, даже не в следующей, не на следующей задании. Но когда-нибудь это произойдёт. Я не буду говорить, кто это. Точно так же я очень хочу, чтобы вы со временем мне рассказали, кто это. Мне, в смысле, нам, всем. Ну, мне просто, потому что я сама понесла и не знаю, что было. Да. Вот. Что означает, что правильных ответов может быть больше, чем один. Больше, чем пять. Да. То есть вы должны... Правильно. Абсолютно правильное замечание, потому что вы должны понимать, что это не то, чтобы наши какие-то такие коварные заготовки, про которые мы вам всё можем рассказать. Не коварные. Очень даже коварные. Коварные. Коварные, да. Но, по крайней мере, вы должны что-то рассказать. Значит, что от вас требуется? Придя домой, или идя по улице, или гуляя по лесу, вы тоже должны научиться обнаруживать эту связь с Шекспиром в окружающем вас мире. Это может быть тоже какая-то вещь. Может быть, какой-то кусок материи. Может быть, ещё что-то. Я не знаю. Но вы должны на это навострить своё зрение. Вы должны его цепко обнаруживать. Значит, если эта вещь не зашкаливает по стоимости, если её не надо украсть, откуда ты будешь, а это условие, конечно. Вот. И вам будет разрешено её принести. Приносите сюда, и она тоже станет частью вот этих загадочных вещей, которые находятся на этом столе. И если вы принесёте вещь, сделанную своими руками, но она тоже будет выглядеть чрезвычайно загадочной, приносите её сюда. Мы будем её разгадывать. То есть не обязательно, что вы будете... Вы сами должны знать эту разгадку. Стол будет постепенно расти. Со временем у вас будут накапливаться какие-то знания по этой теме, по теме Шекспир. И когда-нибудь кто-нибудь из вас, я очень это чувствую, по крайней мере, я уже приблизительно догадываюсь, кто это будет, кто из первых это произнесёт. Скажет, я желаю рассказать вам про эту вещь. Я обнаружил очевидную связь этой вещи с Шекспиром. И вы делаете небольшой доклад, может быть, лекцию, сообщение, как угодно, как вам нравится. Можете, если вам трудно это делать вкусно, написать письменно. И можете, опять же, нарисовать. Можете спеть. Даже станцевать. Понимаете, всё, что угодно. Любой способ, выразительный способ, приветствуется. А самое интересное, это будет здорово, потому что в результате нашей занятий, если вы расскажете об этом по-английски. То есть мы здесь, находящиеся, будем страшно в этом заинтересованы, потому что английский – это тоже предмет нашего изучения. В том числе мы тоже будем стараться понять тот язык, на котором говорил Уильям Шекспир. Я полагаю, что я почти всё рассказала, сейчас вопросы будут, но мне очень важно теперь определить наше участие. Прекрасно понимаю, что не все заседания члены общества могут посещать. Можно заболеть, можно сдавать экзамен, какие-то могут возникать внезапные вещи. Давайте договоримся так, что пропустить мы можем не больше двух занятий. Но при этом мы будем все в курсе, что происходило на предыдущем, потому что на странице шекспировского общества, которую вы, наверное, уже видели в интернете, будет обязательно выложена запись предыдущего заседания. Ну, все предыдущие заседания. Значит, вы будете в курсе, что, по крайней мере, происходило, какие задания... И рассказ словами, и видеозапись. Да, да, да. Это важные вещи. Таким образом, вы, пропуская эти один-два занятия, в общем, не потеряете. Но больше, мне кажется, пропускать ни в коем случае нельзя, потому что теряем вас. Вас мы. Ваше присутствие здесь становится чрезвычайно важным. А кроме того, если вы хотите быть частью фильма... Ну, да. И просто... Иметь смысл, быть день на то, что происходит, и произносить какие-то слова, и что-то добавлять. Или не соглашаться, или спорить. Это ведь ничего не отметает, на самом деле. Никакое действие не отметается нашими условиями. Именно активным участником быть. Но если вы перестаете быть активным участником, ничего страшного. Ну, в том смысле, что вы только теряете членство. Но вы можете продолжать это как-то, как-то, как-то принимать в этом участие, смотреть. Потом вдруг в какой-то момент вы понимаете, что без нас никуда вам не деться. Что мы уже дошли до такой стадии интересного изучения, что вам надо сюда прийти. Возвращайтесь, но уже будет сложнее сюда стать, сложнее стать членом общества. То есть это будет какая-то другая, будут какие-то определенные условия для этого. В том числе и денежные, к сожалению, потому что мы частные музеи государственные. Что еще я хотела обязательно сказать? Поскольку здесь будут происходить вот эти все действия, о которых я уже поведала вам, конечно, мы должны это... Что-то в результате, что-то должно быть. То есть понятно, что исследование может быть бесконечно, до самой старости. Конечно, уже всем будет далеко за 12, больше, и там еще что-то. И может быть даже кто-то и на пенсию уйдет. Но возможно. Но где-то к концу следующего года, потому что мы должны это заранее запрограммировать, у нас появятся уже какие-то вещи нами совместными усилиями, сделанные, изобретенные. То есть это может быть статья, это может быть расследование, это может быть какое-то архивное исследование, это может быть серия рисунков, это может быть макет спектакля, это может быть даже спектакль. То есть мы и от этого не отказываемся, да. Это все может быть. Нам под силу, собственно говоря, любая область художественной деятельности, человеческой деятельности. И это обязательно должно быть опубликовано. Поэтому мы будем, наш, по крайней мере, отдел государственного литературного музея, мы будем стараться это сделать, выпустим либо альбомы, книги, сборник статей, и, может быть, даже создадим совместными усилиями, будем создавать вот именно нашу шекспировскую энциклопедию. Я не знаю. Это может быть все, что угодно. Может быть, мы подумаем о периодическом издании, там может быть какая-то шекспировская, вот газета шекспировского общества или журнала там. Все возможно. И тогда вы, ко всему прочему, будете членами редколлегии, допустим, этой газеты или журнала. Это тоже, по-моему, страшный интерес. Вот такие радужные перспективы я рисую вам. Если сейчас по ходу этого начала есть какие-то вопросы, задавайте. Такие несчастные, да? На самом деле счастливые, я полагаю, что все рады. Возникают какие-то вопросы? Просто уточняющие. Или я достаточно ясно все объяснила? Ясно? Потому что я не... Ясно. Ну, прекрасно. Значит, мы уже понимаем друг друга, не сказать, с полуслова. Вот мои сотрудники, музейные сотрудники у нас, которые работают, вы уже познакомились с Анной Андреевной и Еленой Александровной, вы готовы с вами обговорить эту тему занятия, ну, в смысле, я не знаю, занятия, но освоения благодаря Шекспиру английского языка, да? Потому что у них совершенно какое-то есть определенное ощущение, каким образом можно будет делать, может быть, какие-то условия, которые можно ставить уже сейчас в освоении. Мы хотели, прежде всего, спросить, кто хочет читать самого Шекспира, кто хочет читать о Шекспире. А ты не знаешь, что это всегда так будет? Ну, вот сейчас, что вы... На самом деле, я их привезла, но они, на самом деле, вряд ли отчат Шекспира, Атмайера... Прекрасно! 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 Вот это то, что нас сейчас... Конечно, да. Да, прекрасно! Нет, 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 прекрасно! Это то, что замечательно во всех отношениях нас абсолютно устраивает. Ну, тогда, значит, еще короче вопрос. Кто хочет читать про Шекспира, о Шекспире? Я хочу! Ура! Хорошо! Я хочу, на самом деле, и то, и другое. И о Шекспире, и Шекспира. Да. И желательно в оригинале. Да. Да, ну вот это следующее вопрос. Это важно. Кто еще хочет этого самого неизвестного Шекспира на английском? Кроме тети. Вот так. О-о-о-о-о. Да, да. Да, да. Так же есть все в голосе. Да, я тоже хочу. Да, да. Да. Может, знаешь, да, не зрями. Понимай руку у вас. Хорошо. Кто хочет... Паша, по-говору, который... Да, прекрасно. 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 Да. Я чувствую, мы с тобой на одной волне. Да. Кто хочет, чтобы был театр? Потому что это не просто это, что пишут Шекспира наш... О-о-о-о, прекрасно. Да, 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 да. Ура, ура, ура. Кто хочет не только играть, но и, например, рисовать декорации? Я... Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Да. Слушайте, видите, как у нас... Как у большого подписала. Да, 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 да. Главное, да. Декорации, конечно же, костюмы. Да. Угу. Так. Дальше. Конкретный вопрос. Эм... Вот это... Так, сейчас мы уже... Один человек уже определил, что это такое, да. Угу. Так, расскажи нам, кто ты увидел? Я не очень увидел, но это... Это что-то такое? Ага. Что, видимо, либо из истории, либо что-то еще. Либо из... Угу. То есть вот здесь вот на открытке вот такая же... Такая же штука, как вот это, да? Угу. У кого-нибудь есть еще? Можешь показать всем вот это вот, да? Что это такое? Театр. Театр. Театр, театр, да. Театр. Какой театр? Видишь, там внутри кожи. Да, глобус, правильно. Глобус, да. А где он, где он находится, глобус? Это в Ланге. Да, да, да. А где-то в Лондоне. В Лондоне. Совершенно точно. Совершенно верно. Да. И таким образом мы сразу приближаемся к двум главным городам в Англии, в которых у нас Шекспир жил и работал. Один из них Лондон, вернее, второй Лондон. А первый? Да, 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 да. Как он по-русски так, как его сказать, как произнести интернет? Наивный. Да, да, совершенно верно. Так. Вот эту книжку, ее можно, вот эту и вот следующую, потому что здесь это у нас тоже Стрэдфорд. Ее можно при желании пустить, вот просто посмотреть картиночки. Потом в компьютере у меня еще больше фотографий, но это мы можем потом все посмотреть. А можно я перейду? Да, конечно. И мне кажется, что мы уже уходим в такую довольно серьезную уже вещь. То есть на самом деле вы сами поняли, что все довольно просто. То есть никто от вас не требует какого-то сдачи какого-то невероятного экзамена, серьезного, да? То есть пока что, вот на сегодняшний день, я думаю, что некоторое время это продержится, ваше незнание, ваш козырь, вам это незнание прощается по одной простой причине, что мы таким образом, как будто бы этим незнанием объединяемся. Мы вообще равны. В этом незнании ничего страшного в этом нет. Поэтому никто никаких экзаменов сейчас пока здоров не будет. Но я бы честно вам хотела спросить, задать вопрос, вообще с этим делом я и начинала, от этого отталкиваюсь. Я бы хотела спросить, кто и при каких обстоятельствах, кто может вспомнить, а я полагаю, что вы можете вспомнить, впервые услышал имя Шекспира? Не стесняйтесь, начинайте, Паша. А? Нет. Нет. Когда? При каких обстоятельствах? Вы помните, когда это было именно так, ну вот вдруг раз, и Шекспира, и реакция, что это такое, кто это, или что это? Ну, это было очень недавно. Ой, как хорошо. А когда, когда? Ну, где-то недельно было. А, а когда, а что было? Ну, я не очень поняла, кто это. А, то есть ты услышала от кого-то? Да. Ага, от кого? От тети Ирина. О, а что тетя Ирина сказала? Что именно? То, что это такой английский писатель, который очень много всего написал, ну, о Средневековье, о всяких подвигах, о всяких лентгенах, такое. О, замечательно. Довольно много справедливого, исключая некоторых небольших подробностей, но справедливо много. Действительно, писатель, да, мы не можем возражать это так, как драматург и писатель это направленность-то можем поставить. Человек, который, ну, сочиняет, пишет, да, пишет славащие. Да. А само имя Шекспир не показалось каким-то очень таким выразительным, странным, особенным, да? Я сначала подумала, что это шишка. Шишка? Прекрасно. Слушайте, слушайте, шишку. Вот она, шишка. Я просьба, в следующий раз, несите, пожалуйста, шишку. Так вот она, шишка, вот она, человек уже пришел с шишкой. Шишка, шишка. Так, мы кладем это сюда. Это именно такая шишка, да, или открытая? Ну, любая. Любая шишка. Прекрасно, видите, как вы продвигаете? Кто еще хотел бы сказать, что-нибудь злить, да, по-моему? Да, я давно качала игру на iPad «Гамлет». И я сразу, ну, узнала вот из Шекспира, ну, я еще до этого слышала, там, программала «Джиуэта». А можно спросить, а можно спросить, вот это для меня, конечно, абсолютная новость, загадка, что из Шекспира «Гамлет». В смысле, игра «Гамлет»? Есть. Есть, да? Да. Я не видела лично. А вот когда ты играешь в эту игру, тебе предложено кем-то достать? Ну, я там человек, который спасает, там нужно проходить разные загадки, там. А почему тогда ее называют «Гамлет»? Ну, потому что там по сюжету «Гамлета», там еще книжка одновременно, вот, там нужно спасти Офелию, по-моему. То есть, по этому сюжету вашему Офелия остается живой, может остаться живой, да? Да, да. Так, это интересно. Это, кстати, сказать, вообще такой новый сюжет вообще в развитии этой темы. Невероятно интересно. И это вот первая была ощущение, первая встреча с… Ну, мне кажется, я слышала раньше до этого, но я точно не помнила. Ну, то есть, на этом просто не обращалась, не фиксировалась внимания и не произвело никакого впечатления. Никакого фильма, ничего не было, да? Никаких книжек. Ну, Кто еще? Я вообще просто, когда услышала, я как бы не интересовалась, я как бы так, ну, какой-то писатель. Писатель, какая? Да. Писателей так много. Писателей, ну, да, постоянно… много их там, да. Да, да. Ну, а кто-то я это не очень интересовался, вот. А вот недавно я услышала, что давайте пойдем, а кто он такой? То есть, вот это наш призыв, давайте поймем, кто такой Шевский, все-таки задел. Да. Да? Ну, что? нам лестно, лестно, чтобы вызвали такое положительное чувство. Вот. Прекрасно. Теперь мы будем делиться впечатлениями дальше по развитию сюжета, как он будет развиваться у нас, да, что мы будем узнавать об этом человеке, и мы будем делиться всем. И в том числе и вы тоже будете делиться. Хорошо? Потому что это важно. Важно каждое вот свое впечатление, ощущение обязательно всем нам рассказывать. Кто еще хочет поделиться? Ну кто-нибудь. Ну, давайте взрослые. Ладно. Когда? Ну, я не помню, честно говоря, когда я первый раз услышала о Шекспире, вот, было это, наверное, очень много лет назад, вот, читать читала. Кое-что я сама в Шекспире и самого Шекспира. Помню, даже как-то пыталась подлинники что-то осилить, но это очень тяжело, потому что язык там совсем другой, не современный, английский и отнюдь. Вот. И это было сложно, и я, в общем, что-то потыкалась, помыкалась и забросила это дело. Но все равно где-то что-то такое осталось. Да, да, да. Так, кто-то еще? Хотите сказать, какой-то игрок? Я слышала очень давно о Шекспире, я как бы тоже не обращала внимания, и вот есть такая игра называется Sims, и там надо играть за людей. Ну, как-то создаешь виртуального человека и играешь. Вот, у меня как раз была эта игра, и там действия происходили в городе Верона. Вот, и я как раз начала играть с какой-то семьей, и так я думала, кто такие Монтеки и Капулетти, и как-то углубилась, и потом я узнала, что это как раз по произведению Шекспира, и вот так вот я потом еще прочитала, вот, и узнала, как-то мне получилось, все началось в изучении сагли. Игра, слушайте, хорошо вообще на самом деле, если игра может каким-то образом нас толкнуть на такие изучения, то ура, пусть будут игры, ничего страшного, а то мы все время боимся их немножечко, да, они как-то есть некоторые есть некоторые по какой-то причине боятся игры. Значит, если они нас приводят к такому прекрасному занятию, как изучение, Шекспира, то прекрасно, пусть будут игры. Да. Я узнала о Шекспире лет в девять, ну, когда увидел книжку Ромео и Джульетта, начала расспрашивать, и вот тогда я узнала, да, о Шекспире. Я прошу прощения, не сказала, ты увидела, но ты уже ее стал читать или просто картинку рассматривала? Нет, ну, просто попалась на глаза эта книжка, обложка, да? И ты спросила взрослых, а что это такое? И тебе рассказали, связанно пересказали сюжет, да? Ну, вкратце, вкратце, да? Но он тебя заинтересовал или ты думал, а, да, ерунда какая-то читать, да? Ну, каждый год да, да. Но, нет, это хороший тоже опыт, потому что все же таки он остался, по какой-то причине он же сохранет там, да, у себя все в памяти. Значит, я понимаю, что здесь всех сидящих, ну, мы сейчас исключаем взрослую аудиторию, потому что, конечно, они видели фильмы, А что это мы слушаем? Мы же говорили о ранних воспоминаниях. Да, да, да. У нас тут было бурное обсуждение о наших ранних воспоминаниях. Договорились до того, что я ходила дома, между собранием сочинения Шекспира, там была оранжевая, такая желто-оранжевая суперобложка, я ходила и презирала его, потому что я думала, что какая-то глупость, которую только взрослые читают, а может быть, даже и не читают. Вот, это мое первое воспоминание о Шекспире. Я тоже злился, потому что вечно его, все время его фотография или картин, фотография картины или какая-нибудь маленькая репродукция или что-то мелькало на тетрадке английского языка. Все время навязывали его на английском. Да, да, но мы не единственные, так сказать, русские, ну, в смысле, люди, живущие в России, это не единственный, кто пострадал таким образом от такой информационной атаки, потому что многие английские писатели XX века вспоминают, что поскольку их в детстве и в школе пичкали Шекспиром, то потом им пришлось только в зрелом возрасте вернуться, перечитать, прийти с восхищением, ужас, умилением, испытать все потрясающие чувства. Да, да. Я еще вспомнила, что знакомилась через балет Ромео и Джульетто. Есть очень хороший балет, причем смотрела я его в телевизору, есть заснятая постановка, и вот с детства оно, причем, как фильм был снят, то есть, похоже на фильм, и очень красиво там и танцует, но я вообще увлекалась балетом, мне очень нравилось его, поэтому вот, еще и балет. А у меня, кстати, сказать тоже мое впечатление детское было именно такое, театральное, и вот, честно говоря, я не помню детали, видимо, оно было очень ранним. Я, признаться, я, когда были, жила мои родители, я пыталась выяснить одно из таких ранних своих впечатлений, зрительных впечатлений, то есть кино, и по всему выходило, мама с ужасом смотрела на меня, по всему выходило, что это было мне около двух лет, то есть они есть папа, и мне некуда было кинуться, и они меня куда-то затащили, и я довольно связно пересказалась уже, ну, по-самече, то, что я увидела тогда. Вот у меня, видимо, как-то так устроено было, это, да, здравствуйте. Вот еще пришел еще член общества, да, сотрудник. Ну, в общем, короче говоря, и вот с Шекспиром было так, я, видимо, не очень таком, не могу тебе сказать, каком сознательном образе, возрасте я посмотрела спектакль, и, ну, и, в общем, и забыла. Ну, как-то так, что-то посмотрела, вот, и спустя годы, читая пьесу Шекспира, Ромео и Джульетта, да, Ромео и Джульетта, я думаю, ну, я же, я знаю эту пьесу, ну, это было уже в школе, я читала. Откуда я могу ее знать, говорила я себе, я же никогда ее в жизни не читала. Вот. И таким образом, память моя быстренько завибрировала, где-то и восстановилась, я поняла, я восстановила и поняла, что такое, что это было спектакль. Ну, это было, видимо, действительно, мне было очень мало лет, чтобы я вот так вот грамотно, четко, точно, абсолютно запомнила. Ну, так что хочешь, не хочешь, но с Шекспиром ты просто иногда не замечаешь, ты все время где-нибудь обязательно сталкиваешься. Вот. Что-то еще, кто-нибудь еще созрел рассказать какую-нибудь еще историю про Шекспира? У меня живет фраза из Пастронака «Опять Шекспир не ищет выгодскать». Да, все время уже это у меня где-то с глубокой юности, так сказать, этот образ. Кстати, сказать, фраза, которая такая загадочная, какие-то интересные он мог вообще быть. Ну, да, но ведь Шекспир был бизнесменом иногда. Это действительно, когда в Страэсфорде это особенно очевидно становится, когда смотришь какие-нибудь рябоники замечательные, да, и как-то, так сказать, так было хорошо жила его семья, и что для него эта часть жизни была очень важна. Поэтому это действительно, то есть, опять Шекспир не ищет выгод, это очень серьезное такое утверждение. Да, она была всякие мифические то ли он мужчины, то ли он был женщины, то ли это был вообще, кто это был, всякие разные истории. она была те, одна из самых загадочных в этом смысле до сих пор терзающих вообще многих исследователей фигур, потому что до сих пор есть люди, которые абсолютно убеждены, что вообще никакого Шекспира не было, что это были совершенно другие люди, что они придумали его. Вообще, какой-то последний вариант там был, что это женщина вообще, и жила она в Венеции, венецианские, еврейские, кто-то такой. Но, короче говоря, это действительно невероятная задача. Он вообще, он перешел в эту стадию, то есть это стадию таинственности и неисчерпаемости и бесконечного какого-то такого мощного интереса, мне кажется. Поэтому я думаю, что что еще, мне кажется, важно, вам сегодня сказать, и что мы, безусловно, будем приветствовать. Шекспир, как мне кажется, мне представляете, если бы мне, пусть он меня простит, пусть меня простят все шекспироведы, я буду, я позволю себе такое сравнение. Собственно говоря, мы же не стоим здесь перед ним на вытяжку, еще нам нечего. Мне кажется, простишься и перебивай, но у него было прекрасное чувство. Мне вообще представляете, когда я думаю о Шекспире, когда я думаю о Шекспире, таким большим пылесосом, я прошу прощения, что я употребляю опять же еще раз это слово, потому что мне, что бы нас не окружало, все так или иначе вмещается в это понятие Шекспир. Понимаете? То есть это не просто человек становится, это становится некое очень важное, очень серьезное, очень большое явление, поэтому, пускаясь вот в это путешествие, а назовем это путешествие, мы следование, мы должны понимать, что на, куда это может нас завести, и что, если кто-то боится, что у вас вполне вероятно, ну надо подумать, стоит ли вообще затевать с этим. Ну и не думать, что кто-нибудь на пальце. Сейчас у всех спросим, Анна Андреевна, вы боитесь? Нет, я уже себя чувствую прекрасно в нашем обществе, и чувствую, что все будет... Все хорошо, что мы попадем в пылесос, и все будет прекрасно. Так, Илья Алексеевич, вы боитесь? Алексеевич, правильно? Нет. Правильно. Хорошо. Бесстрашно. Правильно. Так. Да. Так, Елизавета Гохаровна. Да, я вообще не знаю, интересно наоборот. Ага. Очень слезы, как бы. Так, замечательно. Так, Ирина Олеговна. А я вопрос, пока тут Паша, извините, я сам фокус не слышала. Не пугает ли вас это? Не пугает ли вас, что мы собирались опуститься в плавание? Нет, нет, нет. Я вообще люблю приключений, поэтому я здесь. Вот это очень правда, потому что Шекспир, это прежде всего приключения, не только пылесос, но и приключения, да. Хорошо. Любой не замечает. Паша. Так, Павел, Павел. Павел. Андреич. Вы боитесь? Да. Слушайте, какое откровенное признание. Он, я заслит. Это тоже мыска, да? Так, сушечка, да. Самую большую члену какую-то. Да нет, это потому, что я люблю дом. Что-то? Дом. А, но у нас есть специальное место под столом. То есть, некоторые члены, там вокруг много места, да, и там некоторые члены нашего общества могут сидеть под столом. Время времени. Если что, да, время времени. Да. Причем абсолютно по собственному желанию никто загорелся, что по столу специально не будет. Очень укромное место. Так. И Василий Андреевич? Не боюсь. Не боюсь. Отлично. 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 Да. И уж, и еще так, Анастасия Борисовна. Я не боюсь. Готовы работали. Ладно. Хорошо. Еще у нас пришла Мария Эдуардовна. Не, ну боюсь, конечно, что такое дело, конечно, боюсь. Но через страх оно интереснее будет. Да. 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 Мы поможем. Мы поможем вам. Мы поможем вам. Чуть что я под столом. Мы с Пашей поможем. Да. Начиная с Марии Эдуардовны, хотелось бы, так сказать, узнать, у кого какие есть баланты. Но как он их, так сказать, для себя определяет, мы не будем с линейкой ходить и мерить. Вот. Потому что, например, про Марию Эдуардовну, я точно знаю, что она умеет рисовать всякие штуки, если что. Да. 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 Она замечательная художница и к тому же умеет рисовать. Да. Если что, может что-то нарисовать. Да. Ну что? Да, Кирина Александровна, а вы чего? Я ужасно боюсь, конечно. И, конечно, под столом я время от времени. Да. НИ-ЧИ-ГО. Хорошо, ладно. Значит, мы вас будем использовать на четвертую работу. На четвертую работу. Я готова. Я готова. Да. Да. Я умею преподавать английский. Я умею читать Шекспира на английском с людьми, кто хочет. Да. Да. Ага. Да? В смысле? Я умею. Да. Вот. Замечательно. Отлично. Хорошо. А вы что умеете? Все что угодно. То есть, ну как... Например... Ну да. Определить. Хотелось бы, чтобы вы сейчас хотя бы на первом. Потому что это неважно. На первом. Что для вас будет предпочтительнее? Какой... Ну, скажем, следующее заседание. Оно же не может так же проводиться, как вот сейчас. Да. То есть, следующее заседание, оно будет рабочим. По-настоящему. Не будем хихикать. Значит, что-то каждый из нас готов будет принести на это. Вот в какой области он чувствует себя увереннее всего и что кажется, что вот... Да. То же тему мы определим. Но, так сказать, каждый будет со своей стороны пригласить что-либо. Вы... Подумайте. Скажите, что. Ну, если вот есть анализ. Если не созрели сразу, ну... Да, вы подумайте. Ну, смотрите. Вот, например, я уже, так сказать, я лично вижу ваше дарование. Потому что вот кто сразу определил, что вот эта штука есть и здесь, и здесь. Вот. Если можно спросить, вот, например, кто умеет вот эти вот макеты склеивать. Потому что я на него... О, вот! Молодец, вам большого телефона. А можно тогда в таком случае поручить вам к следующему разу сделать нам макет театра? Да. Класс. Круто. Круто? Круто. Прекрасно. Видите, что здесь возникает? Вот, прекрасно. Значит, можно взять с собой тоже вот эту вот открытку, соответственно, да, чтобы на неё смотреть. Вот. И, соответственно, если мне дадут адрес, да, электронный, то я ещё пришлю ссылки, где можно будет посмотреть. Подожимая. Да. Так. Какие-нибудь ещё таланты? Петь, играть, шутать, писать, говорить, рисовать, рисовать. Рисовать, да. Да, рисовать, рисовать, рисовать. Рукописи, жутки, рисовать, это очень важно. Это не важно. Ну, как раз, специфика славянской каллиграфии. Ну, Димаша, всё впереди. Да, всё впереди. Я умею, ну, я люблю, но не только славянскую, я люблю такую зазитушку. Ой, но там очень много зазитушек, да. Вот здесь где-то есть. А можно ещё чуть-чуть? Да, вот здесь была вот такая жёлтенькая открытка, вот как вот эта, но только... А, вот она, вот она. Смотри, видишь, сколько зазитушек? А, они такие. Да. Попробовать. Просто попробовать. Хорошо? Я просто на английский не знаю. Научимся. Это мы сейчас не говорим, что прям разное. Это мы научимся. Пашка, смотри, как ты рисовываешь. Ты же у нас график, смотри, какая красота. Хорошо. Ну, нужно разгладывать и рисовать то, что риск, вот две тушки какие-то. Видишь? Что? Какие-то? Ну, давайте. Если надо подумать, ничего страшного. Рисовать. Лиза, что там? Мы-то ведь долго думали. Видишься? Какое-то участие? Рисование. Рисовать. А что? Может быть, уже есть какая-то конкретная? Вот тут понятно, что у каждого есть какие-то возникают. Какая-то именно в пробежении к этой теме? Может быть, может быть... Я не знаю, но может как-то попробовать. Вот образ Шекспира или там сюжетом, иллюстрацией, может быть. Значит, отлично. Давай. Прямо вот замахнемся на портрет Шекспира. Ну, какой будет, да? Как получится у нас, да? Шекспирский портрет. Прямо даже можно предположить, когда это началось. Да. Давай, да? Давай. Давай. У нас есть совершенно свежая фотография. Правда, не Шекспира, а Бюста Шекспира. Ну, еще лучший. Который можно вдохновляться. Да. У нас. Здравствуйте. Да. Я вам позвоню. Да-да-да, очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Вот. Теперь, значит... Да. Садитесь, садитесь. Да. Берите стульчик и садитесь, пожалуйста. Да. Вот. Значит, если кому-то надо подумать, пожалуйста, думайте. Но хотела бы сказать, да. Действительно, просто у нас уже бы сказали, что пишут стихи. Да. Может быть, предложить попробовать. Что-то такое, что-то такое. Перевести, что-то. Правильно переводить, пожалуй, да? Да, когда чувствуется желание, тогда и нужно делать. Ну, как получится, да? Как захочется. Не обязательно. А может быть, что-то такое вот тоже Шекспиру посвященное. То есть, неважно. Это дело каждого. Да. Ну, мы хотим продвигаться потихоньку к этой теме, да? Герой Шекспира, там, неважно. Вот мы сейчас потихоньку будем это осваивать. И на следующей сцене мы уже всех сможем послушать, и увидеть, и услышать, и кто-то что-то будет уже нам сообщать. У меня огромная просьба. Вот поскольку вы взяли, узели сделать этот макет, мне кажется, что очень важно, чтобы вы еще кое-что и узнали бы про этот театр. Но это невозможно, так сказать, сделать макет и не узнать об этом. Да, да. Поэтому я и говорю, что... Чтобы мы тоже благодаря этому посидели, посмотрели и кое-что узнали. Ладно? И у нас тоже добавится. Да, безусловно. Конечно, чтобы уездиться. Значит, Илья Алексеевич. Илья Алексеевич. А что-то родилось, как желание какое-то сделать, какое-то действо по освоению? Ну, узнать что-то про эти фигуры. Ура! Да. Так, какую? Бережка, забирай. Пашка, фигуры же. Причем, ты знаешь... А, вот это? Единственное, что я просто могу дать подсказку, потому что мы договорились делиться всякими источниками знаний или, ну, как бы осваивать вот эту территорию изучения своими этими. Просто так про него ничего не узнаешь. Ну, просто это вообще... Она не подписана никак. Я ни за что не расскажусь, не скажу, где и когда она была мной куплена, потому что это не имеет решительно никакого отношения. Ну, факт моей покупки там. Но я предлагаю начать с того, чтобы внимательно прочитать некоторые пьесы. Ну, хотя бы некоторые, хотя бы одну. Вот точно, совершенно, в одной из каких-то пьес. Ну, не надо все. Ну, я не знаю. А если не найдешь? Ну, значит, скажем потом. К сожалению, исследование будет проделано. Мы потом, может быть, дадим подсказку. Да, может быть, потом дадим подсказку. Но самое интересное, конечно, когда человек сам обнаруживает это. Когда человек обнаруживает сам. Значит, вот. Илья, берите вот этого человека. Значит, в следующий раз что-то можно... Мы сможем уже что-то о нем узнать. Правильно? Можно я открою? Да, конечно, пожалуйста. У нас это закрылось из-за дождя. Да. Мы, к сожалению, поскольку... Вернее так, мы, поскольку ведем съемку и записываем, мы бы прекрасно могли бы на улице это делать. Но там будет просто очень плохо слышно. Поэтому мы вынуждены пока. Но вообще надо будет просить, отключить уже, потому что немножко было захолодовало. Так, кто еще? Анна Андреевна, что вы собираетесь сделать? У меня есть небольшой план, который навеяли мне рассказы об играх. Хочу вам показать. Приготовить для вас доклад про видео. Современные всякие. И Шекспира. И как они могут быть связаны? Как можно вообще узнать? Такой серьезный уже такой. Да, это будет супер серьезный доклад. И у меня есть такая даже история про него, что мой муж очень хорошо знает сюжет Гамлета. Когда я спросила его, откуда же ты так хорошо знаешь сюжет Гамлета? Не же? Я много раз перечитывал. Он сказал мне, что я все знаю из Симпсонов. Помимо самого Гамлета. Поэтому хочу вам найти всякие штуки, которые покажут, как Шекспир у нас живет в современном видеопространстве. Прекрасно. 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 Слушайте, это вообще уже невероятно интересная вещь. Так. Ну, я вот примазываюсь тут к некоторым и беру, чтобы у нас был большой, настоящий, совместный портрет Шекспира. Отлично. Да, в таком в костюме, серьезный. В общем, какая-то декорация. Да, отлично. Давайте, давайте. Ну и, конечно, все остальные, если кто-то захочет одевать или раздевать это в Шекспире, то все. Хорошо. Вы думаете, это будет правильно? Я надеюсь, что будет правильно. Ну, может быть, тогда нужно сразу двух Шекспиров. Ага, которого можно, а которого другу. Я раздевать и одевать, да. Хорошо, ладно, тогда будем. Да, тогда надо этим. Да, хорошо. Ну вот у нас еще пришел человек. Может быть, вы представитесь. Павел меня зовут. Да, а мы тут всем, это все по отчествам. Все по отчествам? Да, да, да. Вот у нас есть, например, Павел Андреевич. Ну, видимо, по возрасту положено. На самом деле, нет, как вам удобно, у нас это, конечно, первое, что было сказано, это было важно, и, может быть, вы должны об этом услышать обязательно, что здесь нет такого понятия взрослые и ребенка, нет, они есть, они, ну, не будем мы притворяться. Но в данном случае, в случае с цилиндровнейших сфер, мы все равны. Тут нету ментора, нет главного в этом исследовании. Мы все так или иначе пускаемся в общее путешествие. Конечно, не будем лукавить. Конечно, у нас больше багаж какой-то знаний взрослых, но он такой неупорядоченный, такой бессистемный, что, в конце концов, вот освоение этой системы, вот освоение этим знаний, мы абсолютно в данном случае равны с детьми. Поэтому мы решили, что это, а как вам удобнее себя назвать, называйте, как хотите. Павел, Павел, все, тогда мы все зовем вас Павлом. Да. Так, ну что, кто, пока, пока. Павел, да, вот стоит об нем. Да, да. Кубок, кубок. Что хочется назвать? Ну, может быть... Ну, я хочу рассказать, что Шекспир описывал такую средневековую жизнь, а там обычно у королей знатных были такие золотые кубки, но это не золотые, но все же он похож на те. Да, прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, найдешь отрывок какой-нибудь в произведении, где это будет описано, выучишь и нам расскажешь. Ну, да. Это было бы шикарно. Это было бы шикарно. Да. Можно, но я не знаю. Как извиняюсь, как надо поможем, взрослый поможем. Мы все поможем. Все поможем. Поможем найти отрывок, да. Да, про кубок. Я немного, ну, могу сказать, я могу представить, как относится к Шекспиру вон там, с биноклью. Так, интересно. Ух ты. Ну, если... Ну, человек, он смотрит век, и мне кажется, что он смотрит на звезды, а когда, ну, там много было из-за чего-то. Прекрасно. Ну, то есть это один из таких действительно замечательных способов поздания смотреть вверх на звезды. Ну, не говоря уже о том, что человек, который будет заниматься сейчас вот макетом театра, он сразу же узнает, что, обратите, пожалуйста, внимание, что потолок театра устроен совершенно особым образом. И там изображены какие-то особые вещи. Я вам пришлю кое-что на курс. Я бы сам. Да. То есть здесь этого может не быть, но вот то, что было замечено о человеке с биноклем. Да, спасибо. У тебя в 4 часа будет у вас встреча, ну, как бы... Да, в 4 будет, да. Я тогда, наверное, с 3-4 подойду, потому... Я сейчас хотела просто еще одну важную вещь сказать насчет английского языка. вот поскольку у нас совершенно, ну, вот откровенно, вот у нас пришли вот люди, вот, да, и у нас есть по меньшей мере три взрослых человека, то есть еще один человек не смог сильно подойти, вот, которые хотели бы именно заниматься чтением Шекспира. И потом, если вдруг будет желание что-то рассказать после этого детям, но это совершенно не обязательно. Я думаю, что было бы, имело бы смысл все-таки вот эти две вещи развести, потому что обучать языку одновременно детей и взрослых, тем более с разным уровнем, это не очень хорошая идея. Поэтому, вот здесь мы должны каким-то образом договориться просто о расписании, я сейчас уезжаю, ну, я работаю уже, до конца июля, вот, я появлюсь в августе, и после этого именно занятия языком мы могли бы начать, то есть дальше язык, вот, я уже никогда не денусь, да. Вот, вы будете в августе? В августе выходные? Ну, на таким вопросом, мы можем это на другой какой-то мой рабочий день тоже определить, да? Ну, конечно, абсолютно на любой день, если это удобно будет, мне, в общем, все равно выходные или путь. Все равно, да? Значит, на данный момент я в музее среда, в смысле, я могу вот этим заниматься в музее, среда, четверг, но я имею в виду, что я могу вот это время, так сказать, это более реально его выделить именно в эти дни, да, среда, четверг, да, если мы не говорим о выходных, да? Ну, скажем так, в августе, да, а с начиная с сентября я уже не смогу, только по выходным, скорее всего. Ну, значит, такое, ну, приспособимся, приспособимся, я же думаю, что вчера, я сама преподаю, и, в общем, лучше не буду. Ну, да, понятно, понятно, да. Сейчас у меня тоже были не свободны. Нет, я думаю, что это настолько серьезная вот вещь, с языком связанная, что, действительно, заниматься от случая к случаю в общей истории изучения Шекспира довольно просто трудно. Да, да. И, конечно, тут и погружение должно быть более такое последовательное, по крайней мере, и ритмичное, это очень важные вещи. Конечно. Вот, поэтому, может быть, его действительно выделить как бы как часть, как такой факультатив, английский факультатив этого нашего совместного действия. Конечно, конечно, и там будет заниматься тот, кто, собственно, закончит и будет иметь возможность. Ну, что касается, вот, участников с 9 до 16 лет, человек с 16 лет может примкнуть к любой грилбе, какой вам больше нравится, да? Вы изучали английский, да? Да. Так, то есть, все, можно со взрослыми, потому что мы в какой-то момент, но у меня есть такая все-таки надежда, что мы в какой-то момент это сольем, потому что, вот, скажем, уже какой-нибудь кусочек пьесы, это ведь можно и вместе представить. То есть, да, если кто-то не хочет на английском, он может свою роль по-русски представить, но кто захочет именно по-английски, то тот будет это делать. И в отношении взрослых, когда мы решаем так, что, наверное, как только я приезжаю или уже, когда я в самом конце июля возвращаюсь, мы сразу списываемся, созваниваемся и договариваемся, да? Да, 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 поэтому, так, это вот у нас взрослые, у меня есть ваши и телефон, и адрес, но все равно, сейчас еще раз вот сюда вот, пожалуйста, пишите, хорошо, так, и, да, и что касается деток, так, еще раз, будем читать мой английский? Да, 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 угу, да, он сказал Бал Андрей, будет, да, угу, хорошо, замечательно. Так, понятно, здесь, дай-ка мы пометим для себя, и вот, пожалуйста, тогда вот здесь свои координаты запишите, да, угу. А я наоборот даю вам с вами. Вы подробно напишите, а мы перепишем. Угу. По кругу. Так, я уже... Так. Магад. Да. Угу. 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 Спасибо. Угу. Так, так у меня есть у Шекспира. Да, есть у вас. Красот Шекспир. Назвался Шекспиром. Угу. Угу. Ну что, такое короткое повторение, возвращаясь к этому, что мы делаем обязательно, кроме какого-то частного, каждого частного задания, вернее взятого на себя небольшого обязательства, имейте в виду, что это делается легко, без всякого насилия над собой. То есть если вам трудно, вдруг вы где-то споткнулись, не надо делать через силу, не надо относиться к этому, к школьному заданию, потому что это самое страшное, что может быть, это вот когда мы на себя накладываем такую, знаете, важную, какую-то невероятную, что нам за это поставят отметку и так далее. Нет, это должно быть легко, легко даваться. Не получается, подумайте, что получится, другое. То есть можно отменить и сказать, нет, вот я с этим, я это отложила в сторону, но зато решила вам рассказать, скажем, там, вот свои впечатления от того, как я увидела фильмы или еще. Плюс еще, по всему прочему, напоминаю о моем, ну, правда, это моя просьба, и она такая самая, ну вот, насостоятельная. Я вас очень прошу, попытайтесь, попытайтесь вести дни, хорошо? Хорошо? То есть, вот, в которой вы будете надеть именно свои наблюдения, наблюдения со встречи с Шекспиром просто в реальном мире. Я не знаю, в каком качестве он вам встретится, что он, что вам напомнит о нем, но постарайтесь это фиксировать, видеть вокруг себя, смотреть внимательнее, чем вы смотрели. А мы знаем прекрасно, что когда мы что-то ищем, то мы видим очень многое, даже больше, чем требует наше внимание. Значит, я предлагаю сделать небольшой перерыв, пойти попить чайку, вот там, значит, как, как, есть ли какие-то другие предложения. Вот, и после чая собраться и наметить, действительно, следующее занятие, когда мы будем заниматься, и конкретно, и выберем председателя. А можно ли я вот про это, что еще? Давайте, давайте. А можно было бы сегодня хотя бы, ну, одно или два, ну, хотя бы там, сонета, то есть, какого-то буквально, звучащего по-английски, звучащего по-русски, просто как-то... Хорошо, хорошо, да, конечно, можно, можно, прекрасно, да. И аромат такой вот, чтобы... Да, да, да. Конечно, да, да, отлично, да, отлично, прекрасно. Да, но здесь это, совершенно очень хорошее предложение, потому что здесь, Таня, на бумаге, вот, а мы можем еще и озвучить, да. Да, отлично, просто замечательное во всех отношениях. Но сделать давайте... Чтобы у нас был просто некоторым... Понимаете, все уже списались? Очевидно, мы поменяем. Да, моя. Вкратце, как мы сказали, чтобы некоторый вкус ощутился, да. 130-й сонет Чекспира. Ну, а... У кого-нибудь есть идея, что такое сонет, что это такое? Песенка. Да, песенка. Ага. Да? Да? Молчать или молчать? Нет, если бы... Нет, там есть определенное определенное определяющее... Определенное строение, да. Да, 14 строк. Да, 14 строк. И венок сонет, наверное, сонета, соответственно, 14 сонет. Да, но это уже венок сонетов, да. Но мы сейчас... То есть у сонета, действительно, у него особая структура. Причем сонет бывает итальянский, бывает сонет английский. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Это оставим для каких-нибудь будущих лучших временов. Это все в данный момент уже доступно в интернете. То есть сонет, вот здесь вот у нас текст. Дальше у нас тоже справа текст этого же сонета на шекспировском языке, который называется ранний, современный английский язык. Расшифровка справа, расшифровка на современном английском языке. И здесь дальше идут некоторые количество примечаний. Это все можно найти на сайте. А, я забыла ссылку. Вот, вот, у меня двойка. Всегда нужно копировать ссылку и вот здесь уставлять. Если вы что-то берете, то... Да, да. Вот этот сайт называется Shakespeare Online. То есть это легко найти. Да. И здесь вот классический перевод Маршака. В одно слово онлайн? Shakespeare, Shakespeare Online. Там через черточку, по-моему, Shakespeare Online. Да. Там единственное, что не будет перевода. Но перевод можно найти на множестве других сайтов. И мы не будем заниматься никакой критикой переводов. То есть вы потом сами будете в свое какое-то свободное время смотреть. Мы сейчас просто озвучим. И я еще скажу два-три слова. Значит, Тюдоровская Англия, Елизаветинская Англия. Какие вы? Скажите, какой это век после молодых детей? Может кто-нибудь знает какой-нибудь? Ну что, что, что? Век такой. Какой? Семеновская Англия. Семеновская Англия. Да, Елизаветинская Англия. Когда это было? Семеновская Англия. Ну что, я сейчас скажу, вы сразу забудете. Найдите... Здесь нужно найти. Залезть и найти. Посмотрите, какая картиночка, где там Елизавета. Или вот журнал здесь вот лежит. Или дома залезть в интернет посмотреть. Посмотреть годы жизни Шекспира. Это так просто лучше запомнился. У меня 1623, по крайней мере. Да. 1590, по крайней мере. Так, значит, у нас какой год? Ой, какой век? Значит, 16. Я не обнялся. Гениально, да. Так. Какие могли быть тогда идеалы красоты? Такая бледность, высокие убыли, выбритые, даже выбривали немножко, да, по-моему? Так, предположим. 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 Париси. Воротники. Так. Ну да. Здесь не видно, да. Это моды уже. Да, это моды. Это не идеал. Безусловно, на идеал красоты мы тоже остановимся подробно. Да, то есть не будем сразу все валить в одну кухню. Но, если мы возьмем поэзию того времени, да. Прекрасно, прекрасно. Вот, человек уже нашел, где что можно посмотреть. Так, ну да. Ну это одежда. Ну это, кажется, штанишки и, кажется, в основном мужские. Так, ну если у нас есть кто-нибудь. Так. Шляпы. Так, это шляпы. Да. С цветами, с розами там ассоциировали. Да, 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 да. Значит, красота очень часто, вот такие, ассоциируются с цветами, да. Солнце. Есть даже штампы, да, да. Солнце, луна. Прекрасно, как роза. Да, 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 да. Боги, да, античные. Возрождение еще. Вон, возрождение еще. Да, но это английское возрождение, да. То есть это не совсем то же самое, что в российском. Так сказать, да. То есть и об этом мы тоже, безусловно, будет иметь смысл поговорить. Мы сейчас и будем определять, чем мы займемся, чем, скорее, без меня, наверное, займемся. Если в следующий раз, вот, но, тем не менее. То есть и когда мы читаем вот этот сонет для того, чтобы... Давайте лампу здесь. Давайте, да. У них будет такой тёплый вообще апожор. Дети, вот под апожором. Читая этот сонет, мы можем определить, каковы были идеалы красоты и как она обычно описывалась в поэзии того времени, но не напрямую. Поскольку мы сейчас пока еще не начинали уяснять, у кого какой уровень английский, возьмите вторую страничку и прочтите перевод. Кто может с ним перевод прочитать? Её глаза на звёзды не похожи, нельзя устой кораллами назвать. Небелоснежно плеч открыта кожа и чёрной проволокой в неё цеплять. С дамасской розой алой или белой. Нельзя сравнить оттенок этих щёк. А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежные лепесток. Ты не найдёшь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествует богиня, но милая ступает по земле. Писёшь, она уступит тем едва, кого в сравнении пышных оболгали. Так, ну немножко сложноват язык, да? Чуть-чуть, капелька. Но тем не менее, её глаза на звёзды не похожи. Так, а почему они должны быть похожи на звёзды? Потому что было принято говорить, что они похожи, наверное, на звёзды, на космос. Пять, да. Значит, должна-то глаза быть похожи на звёзды. Клучистый, светящий. Да, да, да. Нельзя густа кораллами назвать. Ну, то есть такого цвета коралл. Значит, это тоже был стереотип красоты, чуть ли не штамп. Ну, зависимость того, кто это говорит. Аж, ну что, значит, если губы не кораллы, то это, ну, что ж, бледные довольно, да? Ну, наверное, глазки-то тусклые. Ну, это было найдено для человека с белоснежной кожей. Нет, ну, видимо, скажите, это может быть ещё говорит о том, что она естественная и не красится. Да. Может быть так, да? Да, да. Можно, она прекрасна. Можно, да, вполне вероятно. Так, не белоснежно плечи открытых кожи. Ой. Да. С белоснежной, леди Санетта, голоснежная. Да, голоснежная, да, голоснежная, она была специально. Люди жили как бы вот закрытые от солнца, жили закрытые в своих каких-то квартирках, под зонтиками ходили. А тут уже было, естественно, уже в жизни, да. Да, 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 да. А вот эти свинцы-то на свинец не наносили тогда? Нет, викторианскую эпоху. Вот то, что мы проходили. А это не викторианская. Это не викторианская. Да, это не викторианская. Ну, и Елизаветская. Ещё рано было, да? Ещё рано? Да, это рано. А что мы носили, вы нам скажите, а то мы не слушаем. Тут небольшая путаница с эпохами произошла. Что-то и Елизаветская, и Елизаветская, это большая разница. И внешние тоже. Так, во всяком случае, мы себе это поставили на заметку, да, нам об этом, обо всём надо подумать, да, какая же там кожа была, какие белила или румяного носили. Так, хорошо, ой, так, с дамасской розой, а тело пахнет так, как пахнет. Да, и чёрной проволокой вьётся прядь. То есть они здесь ели прямо, да, такие неудачные? Да, то есть они, значит, какие должны были быть волосы? Светлые. Да, они должны быть светлые, да, и проволока, здесь там дальше это будет примечание, и проволока, это имеется в виду золотая, золотая проволока, которую вплетали в волосы, для того, чтобы сделать красивую прическу. То есть здесь волосы уподоблены по толщине, да, этой проволоки, но у них ещё и цвет не золотой, а чёрный. Так, да, с дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щёк. Так, это значит, что щёки должны были быть румяные, или румяные, или нарумяненные. Да, или на белёный. Нет, или белый. Нет, 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 там роза чуть-чуть, видимо, чуть-чуть. Да, вот в чём дело, это иметь в виду дамасской розы, да, как она выглядит, ну вот у меня сейчас нежно-розовая такая. Да, она, это скорее, она такая вот полосатая. Вот сейчас вот найдите, я знаю, там дамасской розы. Почему здесь упоминается вообще эта дамасская роза? Примечания нам говорят на английском, да, они доступны для всех, это не потому, что я такая умная. Это академические издания, и все примечания взяты оттуда. Красная или белая. Да, красная, красная, алая или белая роза, почему они... А, потом ёлки и лонкастеры, да, да, это война, война этих... А, алые и белые розы. Ёлки, да, алые и белые розы, да. Да, да, да. Господи, вот, хорошо. Да, и это сравнение довольно часто у Шекспира встречается, вот с дамасской розой. Да, и если, нашлась там картиночка дамасской розы? Ну, да, вот, вот. Ну, например, вот. Да, то есть, вот такая типичная, это будет полосатая такая роза. Полосатая, но вот здесь? Ну, здесь вот такая вот есть розовая. Но поскольку он имеет в виду именно йоркскую и ланкастерскую розы, в которой объединились оба дома, да, то есть она... Она такими с полосками, да. Да, она живая роза, она такая полосатенькая, да, а эмблема там будет наложение. Красный и белый роз друг на друга. Так. А дальше идет еще все совсем ужасно. А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки, нежный лепесток. Но это Самуил Яковлевич Маршак, он еще это максимально вежливо изложил. Да, культурно. Да, потому что Шекспир, на самом деле, был ужасный хулиган, за что мы его тоже и любим. Да, потому что там, сейчас мы увидим, что там несколько более стильный язык. Да. Грубый, наверное, называется. Ты не найдешь в ней совершенных линий особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини. Это имеет отношение именно тоже к тому, что красивые женщины в поэзии часто сравнивались с богинями. То есть Венера, обязательно было какое-нибудь сравнение с Венерой. Ну, не обязательно, но это было красиво. То есть, если есть женщина, ее надо сравнить с Венерой. Да. Так. Но милая ступает по земле. Еще раз, в оригинале более сильный язык, более такой сочный язык использован. И все же она уступит тем едва ли, которые кого в сравнениях пышных оболгали. Тем не менее, я думаю, что она самая настоящая и прекрасная. Такая же прекрасная, как все, кого обидели и неправильно описали при помощи идиотских сравнений. Вот что это значит. Теперь мы попробуем посмотреть на английский текст. Если вы на данный момент у вас с английским языком, ничего страшного. Просто смотрите. Вот. Сюда смотрим. Так. Можно смотреть вон. А, там не хватает девушки. Может быть, давайте вот так вводим. На, да. О, какой красивый. Да, большими буквами. Большими буквами, да. Да, английском у меня есть шекспирский. Так. Вот и другой английский. Вот здесь вот. Нет, это шекспирский. Вот здесь и вот здесь это шекспировский язык. Вот здесь. Ну, на каком языке? Мы будем сейчас читать на шекспировском языке. Потому что... Древний английский. Он не древний английский, да? То есть это, как мы выясняли, да? Это какой у нас язык? У английского языка есть три периода. Древний, средний, новый. И в новом периоде еще три периода. Вот это ранний период нового английского. Да. То есть это уже как бы перевод, что ли, да? И это еще и перевод. Нет, вот это на самом языке, на шекспировском языке, а вот это перевод на современный английский. И здесь поэтому, из-за того, что это вот такой перевод, очень часто здесь нет рифмы. Потому что это в русской культуре есть традиции переводить, что вот если в оригинале есть рифмы, мы тоже переводим, чтобы была рифма. В английском этого нет. Сплошь и рядом переводы на английский язык. Ну, там, наверное, грамматика изменяется. Да, во-первых, грамматика, а во-вторых, английский отличается тем, что в нем слишком малый рифм. Вот, и поэтому невозможно все совсем рифмовать. Получается, что в шекспировском есть рифмы? Есть, но мы тоже об этом потом поговорим. И вот чем именно английский и сонат отличаются от итальянского? Вот шекспировский от петрофеанского. Но не сейчас, да. Да, ну так вот, пытаемся читать, да? Да, ну так вот, петрофеанского. Да, ну так вот, петрофеанского. Да, ну так вот, петрофеанского. Сейчас настоящее полноценное занятие. Мы бы добились того, как вместе. Не в смысле бы добились, а добились. От того, чтобы к концу занятия каждый смог бы этот сонат прочитать и таким образом сделать его своим собственным. Потому что когда ты это сказал, вот сам сказал, вот ты его присвоил, это уже твое личное достояние и вещь силы. То есть ты можешь его себе читать в сложной ситуации жизненной и хорошо тебе становится. И давайте теперь просто еще вот несколько посмотрим на сам этот английский текст. Значит, вот как мы смотрели на русский. My mistress eyes are nothing like the sun. Практически, да. Глаза мои возлюбленные и не как солнце. Так, так. Coral is far more red than her lips, right? Тоже она похожа. Да, да, да. Значит, из-за того, что вот здесь, в этой строчке значит, coral is far more red than her lips, right? Слово, которое стоит на первом месте, да, вот тема. Это я уже для взрослых говорю, да? То есть, прагматика языка. Слово, которое стоит на первом месте, в данном случае, там и подлежащее. Оно более важное, то, что говорится потом. То есть, ну, это сильное высказывание. То есть, никакого сравнения, на самом деле, с ее губами. То есть, ну, они у нее совсем бледные. То есть, не просто бледные, а очень-то бледные. Бледные, да. Так. If snow will be white, why then her breasts are done? Done? У нас в комментариях сказано, какой это цвет. Да, это такой коричневатый, сероватый. Из-за этого некоторые исследователи делают вывод, что, в общем, девушка была темнокожая. Да, да. Тем более, если еще вспомнить вот эти вот волосы. Да, да. Ну, конечно, более точно это невозможно сказать. Мавушка могла бы была на земле. Не просто она по Мавру описывала вообще. Конечно, конечно. Так, if hairs be wires, black wires grow on her head. Да, то есть, это проволока и в смысле просто проволока, и вот в смысле вот этой проволоки, которую вплетали в волосы. То есть, они и толстые, и... Да, была бы такая. Совсем не похожи на идеал красоты. Да. Так, ну, хорошо. Давайте на следующей строчке посмотрим. Ирина Александровна. Зачем уже она так пишет? Да. Да, вот сейчас вот мы, так сказать, дочитаем, опять дойдем до конца и... Да, я видел розы, да. И обсудим, зачем. Вот это и есть самое интересное. Я видел розы, да, на маске, да. То есть, они красные, белые, да. Ага. Но такие розы, я не... Да, но их я не увидела на ее щеках. Ну, то есть, это не те самые розы, которые... Да, 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 да. То есть, на самом деле, все-таки, щеки ее... Можно сравнить с розами, но только не с теми, с которыми принято было сравнивать, получается, да? А-а-а... Ну, скорее, здесь нет такого. Ну, с... Си. Си. Ну, таких роз... По крайней мере, таких роз нет на ее щеках, да. Угу. Да. Хорошо. Тут две... Следующие две строчки. Кто хочет? И такого запаха, значит... Угу. Да. И в некоторых ароматах больше приятности. Ну, такой приятности, да. В некоторых ароматах больше приятности. Да, да, да. Да, да, да. Чем... Да. Чем... Груди. Ну, нет, то, что исходит от дыхания, да, получается? Да, 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 да. В дыхании моей любимой. Значит... Так, давайте, а вот сюда хричит. То есть, здесь значительно более приятные ароматы, чем в дыхании моей любимой. Вообще так можно. Да, да, да. Вот это вот слово rig, да, здесь к нему тоже есть примечание, в котором что у нас говорится? Угу. Так, значит, говорится, что здесь ближайший синоним к слову rig, это stink, вонять. Да? А-а-а-а. Да. Ага. То есть она, на мой взгляд, на неё просто вот воняет, разит, да. А, да, ну и получается, да, тут написано, что это фактически становится пародией на все привычные сонеты, любовные сонеты, да. Да, 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 да. Хорошо, да, и кто у нас хотел дальше, да. Ну, я люблю слушать её речь. Угу. Ну. Ага. Ну, да, да. Ага. Ну, да, да. Ну, насколько я знаю, у музыка значительно более приятные звуки. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Звук музыки гораздо более приятный, да. То есть, ну, вдруг. Да. Ну, скажем, не очень приятный ещё. Если мы после этого вспомним Харриса, то есть это правда пародия, они вовсе не описание, но на самом деле... Да, совершенно верно. Здесь убиты два зайца разом, но сейчас мы про это и говорим. Но если мы посмотрим на это завершение, две последние строчки, что у нас, чем завершается Санэр? Оболганы, то есть она значительно более ценна, чем те оболганные, которые все это имеют. Она так же достойна, так же достойна этой похвалы. Такая же она не похожа никого и редкая. Она так же прекрасна, как все оболганные вот этими дурацкими, нелепыми сравнениями. Да. То есть вот еще раз к этому вопросу. Зачем он-то написал этот Санэр? То есть здесь упоминаются все формальные признаки идеальной красоты, но с точностью до наоборот. Да. Причем надо сказать, что тут поразительная вещь произошла. С одной стороны, как будто бы действительно пародия, то есть это смех, ответ, это ирония, смех, это насмерть по поводу того-сего. И в то же время действительно признание любви, вот что поразительно. То есть мне нравится эта естественность твоя, говорит он ей, да? Да, да, да. Мне значительно больше нравится, что вот передо мной такое естественное существо, живое. То есть не нужно... Ну да, жизнь очень человечная, конечно. С другой стороны, это такой, так сказать, такая граната в сторону вот этой, так сказать, устоявшегося и более уже не развивающегося поэтического образа и языка. Да, молодец. Это при том, что здесь вот жестко соблюдена форма, да? И вот изнутри эта форма взрывается вот таким вот образом, да. Я не очень уверена, что младшим только членам нашего сообщества это очень интересно, я имею в виду, потому что, я имею в виду, мы могли бы взять еще один какой-нибудь из самых таких знаменитых сонетов, но это действительно, я не думаю, что это самое интересное для детей, для взрослых, да, безусловно. Но мне кажется, тем не менее, пренебрегать этим не стоит, потому что неизвестно, как это там останется. Как обернется, да. Как жизнь повернется, может, она пригодится. То есть, да, да. Неизвестно, как это, где это, а мы потом выстрелим. Поэтому совсем, вот ориентироваться совсем на то, чтобы снижать градус нашего исследования из-за того, что у нас есть дети, не стоит. Потому что, мне кажется, через парочку занятий нам все дадут форму, потому что там раскачается какая-то непосредственно еще жизнь, и, я имею в виду, фантазия, как-то, которую мы имеем. Поэтому не бойтесь этих наших сложностей, ладно? Ну, во всяком случае, со взрослыми мы посвятили бы сонету больше времени для того, чтобы именно его можно было сказать. Может быть, не верно сказали. Вот это уже обогащенные знания. Ну, и, кроме того, было бы интересно действительно просто сравнить, чем формально итальянский сонет от Афану Левского отличается. А итальянский сонет, скажем, чей смысл сонет? Петрахи, да? Петрахи, да? Петрахи, да? Ну, отлично. Вообще, мне кажется, что это бы звучало и по-английски, и в таком хорошем варианте. Ну, онлайн, конечно же, можно найти множество классических исполнений каждого сонета. То есть там есть аудио, да? Онлайн есть все, да. Главное, что, если мы не ограничиваемся только Википедии, то, может быть, вот книжек, у которых соблюден копирайт, его никак невозможно обойти, слава Богу. Потому что, ну, это наша такая манера всегда и во всем обходить копирайт. А я думаю, что со временем мы можем даже делать так. Да, но слова, возможно, там есть какие-то словари. Да, безусловно. Я имею в виду, что вот такой книжки не будет в открытом доступе. Но масса других материала есть. Я имею в виду, чтобы эта книжка тоже нам как-то открывалась. Со временем мы позволим кому-нибудь, да, желающему, да, человеку взять, допустим, на дом и что-то там освоить и нам рассказать. Почему нет? Да, конечно, безусловно, разумеется. Мне кажется, что это невозможно. Ну, в переводе на русские деньги она, в принципе, стоит 1300 рублей. Вот, я ее купила на конференции. Я думаю, что тут она должна быть, в общем, во всех доступных магазинах. Да. Ну, вот примерно так. Ну, еще раз. На реальном занятии мы бы больше времени предъявили. Чтобы это можно было точно совершенно забрать себе. Хорошо? Тогда, значит, мы, наверное, должны как-то еще обсудить какие-то организационные вопросы, да? Да, давайте вот решать следующую вещь. Понятно, что лето наступает, мы будем, мы видим и так далее. Мне бы очень хотелось сохранить наши условия относительно того, что участник очень много занятий пропускать не должен, да. Поэтому мы сейчас с вами должны решить, на что мы способны в ближайшее время. Кто может, сейчас просто давайте простым таким поднятием руки. Кто может, скажем, заниматься, ну, по первости, два раза в месяц? То есть речь идет, собственно, об июне, да? Это минимум, да. Мы не говорим сейчас о дне. Нет, пока еще июне. На данный момент просто принципиально, да. Да, вот это просто, да, принципиально, да? Да. Да. Два раза в месяц. Надо иметь в виду, что наступит такой момент, когда нам будет этого мало. Но это по ходу дела спокойно делим. Значит, что еще? Помните про то, что я сказала. Такое может быть. Просто каждый, когда этим воспользуется правом пропустить какое-то занятие, он обязательно должен потом будет посмотреть запись. Да? Это во-первых. Но главное, надо помнить всегда, насколько серьезные причины меня заставляют его пропустить. Потому что потом, может быть, так случится, что они будут более серьезные. Ну, не в смысле, что я вот вот устал, сегодня не пошел. Ладно? Понимаете? Это, мне кажется, очень ответственная штука. Ее тоже можно решить. Это нормальное дело. Она довольно взрослая. Вот. Значит, один-два, если человек болен. Ну, просто мы понимаем прекрасно, что любой может заболеться. Надо вылечиться. И не в том случае больным нельзя приходить, а то все потом заболеют. Значит, эти два занятия мы можем… Но, посмотрев на следующие уже не пропущенные, мы приходим с чем-то. Да? С каким-нибудь исследованием, с каким-нибудь сообщением, с какой-нибудь, каким-нибудь результатом. Помните, да? Выученным стихотворением или еще с чем-то. Вы понимаете, что тут этому нет вообще предела. Этого нашего. Значит, надо сделать и прийти уже. Нельзя сказать, я болел, я не мог. Мы взрослые люди. Он, Павел Андреевич, какой взрослый человек. Я вижу. Конечно. Да. Прекрасит вам. Шишку принес ведь. Вот. Да? Нет, это абсолютно взрослые предыдущие. Все. Поняли, да? И, кстати, скрабокал сразу. Ну, да. Да. Потому что нет. Это значит, что теперь можно обсудить дни. Да? То есть, вы можете… Когда можно… Я запишу. То есть, в июне, когда вы собираетесь встречаться. Ну, поскольку я июнь и предполагаю, даже август здесь быть, то я готова… Нет, все равно я готова приспособиться к другому. Ну вот, давайте просто, так сказать… Я думаю, что сейчас надо просто договориться, когда… Давайте всем предлагайте свои варианты. Какой действий вообще? Я не могу 18-го. Не могу. 18-го. Не могу. 18-го. Значит, не 18-го июня. Значит, не 18-го июня. Да. Когда вам было договорно. Нет, точно с… с 11-го по 24-й точно на смену. Так, с 11-го… Июня. Угу. По 24-й… Нет. Паши и Васи, да? Да. Угу. Вот смотрите, 25-й, мы уже почти все здесь, да? Да. 25-го как? Да, суббота. Суббота. Да? Да. Да. 25-го. Да? Возможно, да? Ну, включу, да. Да. Значит, 25-го. Да? Решаем, что следующее у нас… Да. 25-го июня. Угу. 25-го июня. Значит, предлагают заседающих. Кто-нибудь, есть какие-нибудь предложения, кто откроет это заседание? Теперь, может, все знаем, как это делать, приблизительно, по крайней мере. А на время, да? Нет, я хочу указать на такой очень важный атрибут. Он на Вас надет, кстати говоря? Ой, да. Да, 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 да. Прошу прощения, оказывается, надо было надеть. Значит, каждый заседающий будет надевать эту штучку. Да. Вот. Что у нас доставили. Ведущий, ведущий заседание будет надевать такую сучку. А потом передать следующую. Это шестипенцев и к времен Елизаветы. Да. А монетка как раз… Значит, мы должны решить, кто будет следующим заседающим, вернее, ведущим заседанием, председателем, значит, заседания. Кто будет следующим? Кто-то, может быть, хочет сам. Да. И председатель, конечно, будет очень демократичным. Он будет всем давать слово, как только они захотят. Да. Я не давала слово. Я не давала слово. Не-не-не-не. Я просто давала-давала, да? Я имею в виду, что… Это очень весело быть председателем. Говоришь, что здравствуйте, я очень… Мы очень рады, что мы сегодня встретились. Вот. Я бы хотела, чтобы сейчас взяла слово, например, Анна Андреевна. Вот. А дальше, если ты так вот сидишь и смотришь… И сидишь и смотришь. Да, да. Да. И что она из этого… Это очень весело. Вот так. Да. Да. Ладно. Давайте, кто… Ну что? Кто? Кто будет начальником? Кто хочет задавать в следующий раз? Давайте. Паша. Павел Иванович. Интересно, да? Я почему? Попробуем. Да. Попробуем. Да? Да. Значит, в следующий раз эта вещь будет дать она у вас. Всё. Значит, мы решаем. 25-го числа. Ну-ка, ну… Паша, ты хорошо подзывал? Дайте, дайте, пожалуйста. Так. Сейчас. О-о-о! Кончилось место. Так, ни у кого нету больше, так сказать… У меня есть. Да, да. А как это должно быть назваться? Председатель? Ну, так сказать… Ведущий. Вот. Модератор. Модератор. Вот так. Доска почёта всех. Модератор. Доска почёта, да. Уже нужно… Да. Уже пора пилить доску почёта. Павел Андреевич, ну что ж, это надо будет… Я бы даже предложила… Ну, да. На всякий случай. Просто на всякий случай. Нам запасной вариант обязательно нужен. Только по одной простой причине, чтобы Павел Андреевич вдруг у него будут какие-то очень важные дела, он не сможет прийти. Поэтому давайте, чтобы у нас не было никакой вариантов. А, запасной грунт. У нас заместитель. Давайте мы попросим Лизу в этот момент, значит, обязательно подхватить, по крайней мере, ну и в общем… Это хорошо, это правильно. Мужчина, женщина. Нет никаких ущемлений. А там дальше будем распоряжаться. Но вы должны быть готовы. Понимаете, Павел Андреевич? Я очень готовилась. Я не спала всю ночь. Ужасно переживала. Я с тобой делюсь. Вот. Значит, двадцать пятое. У нас есть у всех задание. И на сколько? В двенадцать, да? Ну, в двенадцать часов всех устраивает, да? Да. В двенадцать часов. Значит, если у кого-то будет сверх задание, только приветствуем. Боже мой, какое счастье. То есть… Главное, чтобы мы уложились в наши часы, чтобы мы не… Давайте еще раз поговорим. Чаепи, тем более, мы тут привозим, да? Ну, хорошо было бы, конечно, да. Ну, какой-нибудь перерыв, да. И сколько по времени мы там договорились? Женщинского времени. Значит, ну… После этого. Да. То есть, это не обязательно нам досиживать до трех, прям до этого самого, но рассчитывайте с двенадцати до трех, потому что, как правило, у нас в четыре еще какое-то бывает мероприятие. У меня один в этом. Короче, мы… Да. Ну что, у кого какие задания? Кто помнит свое задание? Мне надо сделать вот это. Петр Глупш. Так, и что-нибудь про него еще и интересное выяснить. Я нарисовала Шекспира. Так. Ага. И тоже про него хоть что-нибудь еще выяснить. Посмотреть самолет, может быть, попробовать за это, по парку разминать и так далее. Значит, про кубок что-то вы собирались нам рассказывать, да? Стихотворение, да, кусок. Да. Найдет, найдет кусок. Какой-нибудь кусок, где есть кубок. Да, потому что кубок, конечно, не в одном месте отзорчается, но какой-нибудь. Интересный кусок. Да. Ну, я бы хотела бы с сонетами, с траккой, с какой-то сравнением. Ну, я поняла, я поняла. У меня просто не будет до 31 июля. Да. Вот. Ну, то есть, это можно, естественно, если кто-то хочет, это все можно для меня есть. Разменить. Я не начальник с советом. Да. По сонетам. Да. Может включиться в эту лучшую историю. Или можно меня подождать, но тогда это будет в августе. Мы приступим сразу. Ну, тогда у нас первое задание с Павлом Андреевичем на пару. Хорошо. Просто замечательно. А я готова поделиться, но в таком, понятно, усеченном варианте, чтобы это не превратилось в огромную лекцию, немножко рассказать, как Шекспир помог Пастернаку. Вот помог преодолеть непростую такую свою жизненную ситуацию. Да. Это потрясающе. Я просто расскажу ее. Единственное, чтобы когда мы рассказываем, ну, вот она там час и больше, тут я не буду этого сделать. Ну, я хотя бы существо этого вопроса попробую вам донести. Я беру с ним для этого. Может, еще что-нибудь получится. Вот это я точно возьму. Плюс, если мне позволено взять эту книжку, я почитаю тоже, может быть, отсюда что-нибудь, да? Да, конечно. Как же, да. У меня будет какая-нибудь тоже история, может быть, что-то, что меня удивляет. Да, еще раз. Дневник, пожалуйста. Я честно проведу дневник. Вот я просто беру на себя эту тоже обязанность. Попробуйте. Еще раз говорю, тут нет никакой, ну, ну, то есть нельзя заставить. Вы, может быть, понимаете, о чем идет речь? Дневник можно есть и в картинках. Да. То есть дневник, это не дневник, который нам в школе дают. Понятное дело, да? Это каждый день. Каждый день человек к вечеру садится. Ну, как правило, вечером это происходит, потому что день прожит. И вспоминая день, в данном случае, поскольку речь идет о шекспировском дневнике, вспоминаю, не было ли что-нибудь такого в течение дня, что напомнило мне, ну, скажем, вы занимаетесь глобусом, да? Вот делаете что-то театральное. Глобус этот самый же, да? То есть вот у вас уже будет работать туда, да, там, история. Уже она как-то пойдет там дальше развиваться. И если это было, запишите. Коротко, можно, как получится, не надо специально что-то такое. Никто не будет исправлять ошибки, никто не будет делать вам никаких, ставить каких-то оценок. Просто каким-то способом запишите. Можно нарисовать, зарисовать что-нибудь. Но очень важно, чтобы вот каждый день копил какие-то ощущения, знания наши. Вернее, даже не знания, а именно вот это, вот это. Вы бы видели его. Чтобы он для нас становился живым и, в общем, присутствовал нашей жизни. А можно там, ну, не каждый день, допустим, если тебя было очень нагрузлено? Да нет, может так случиться, что я не увидел. Ну, это такое может быть. Мы понимаем прекрасно. Конечно, не обязательно так. Но хорошо бы каждый день хотя бы… чуть-чуть. Конечно. Потому что в этом есть, в немнике всегда есть. А потом, кстати, наступит такой момент, когда мы с вами поговорим вообще о ценности вообще для них. Потому что сейчас, слава богу, это ценность. Это серьезная и важная вещь вообще в жизни. Мы ее утратили, а наши бабушки, наши дедушки там всякие, ну, бабушки в основном, они этим занимались. И как мы благодарны им, что они это делают. Почему? Выясним как-нибудь. Понимаете? Хорошо? Договорились? Договорились. Есть. Хорошо? Хорошо. Dat差ует. τέ